Продолжение следует... Сказано там так. И сказал Бог. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Что здесь интересного, дорогие друзья? Что в 26 стихе первой книги Библии и первой главе Бытие написано так. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Сотворим. Это будущее время. Проект. То есть Господь в проекте, как бы говорит, по образу и подобию. Но когда в следующем стихе описано творение человека, сказано так. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Уже про подобие не говорится. И в этом, братья и сестры, ответ на вопрос, каково назначение человека. Господь дает нам образ Божий, а подобие – это проект. То есть то, что должно быть. Соответственно, дары образа Божия – это свободная воля, вечная жизнь, творчество, разум, любовь – главный дар. Вот все эти дары образа Божия мы должны довести до совершенства. Уподобить Господу Богу, который и есть абсолют. То есть самое совершенство. В этом назначение человека. Все те дары, которые Господь нам дал, уподобить Богу. То есть подобие Божие – это смысл жизни человека. Отсюда и заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душею твоей, и всем разумением твоим, и всей мыслью твоей. Вот все, что тебе Господь дал, все довести до совершенства. Насколько это возможно. Соответственно, подобие Божие или стремление соединиться с Богом, быть с Ним единым целым – это смысл жизни человека или, как сказано, назначение человека. Помоги Господь. Спасибо. 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 Спасибо.